Добрый вечер дорогие друзья. Ну да, если я в машине, значит поехали. А поедем мы, дорогие мои, сегодня даже не на рыбалку. То есть мы с вами всегда ездим, чего-то там привозим. Напоминает рыбалку, да? Кинул дед сеть и невод пришел пустой. О, невод. Мы сейчас пойдем с неводом. Не с удочкой, а с неводом. Дело в том, что, ребят, так, сейчас включим. Я вчера уже перед сном, думаю, дай-ка я посмотрю, что у меня в этих крайне анцайгах, то есть в мелких анцайгах этих анцайгах, объявлениях, мелких объявлениях, что там дарят-то. Вот. И смотрю, значит, фломарк артикль. Фломарк, вы знаете, это блошинный рынок. И, значит, предлагает фломарк артикль бесплатно. Предлагает его... Так. Сейчас, секунду, ребята, мне надо задать тут. Меню. Цель НКВ. Вот тут цель. Цель. Все, пошли. По цели, да? То есть, 11 километров. Я смотрю, человек пишет, что готов отдать этот самый артикль. Ну, это вот товары эти. Причем отдать готов бесплатно, но с одним условием давно началось. Что... Секунду. Я заберу все. Ну, не я, а кто будет брать, заберет все. Когда я глянул, он очень хорошо постарался, сфотографировал. Так, давайте мы вас сюда переключим уже. Смотрите, не меня, а этот самый наш городок. То есть, надо забрать все. А сколько этого всего? Четыре ящика. У меня сначала волосы... Думаю, ну куда? У меня уже и так... Ящик стоит, не знаю, куда деть. Так, налево. Но когда я посмотрел его фотографии, я понял, что надо брать. Надо брать однозначно, потому как... Набор там, именно тот, который мне необходим. Обычно, знаете, фломарт, артикль, это блошиного рынка вещички, включает в себя разную-разную ерунду. Я имею в виду ерунду, и для меня это ерунда, конечно, это... Ну, детские игрушки, потом какие-нибудь платьишки, шапочки. Я не знаю. То есть, все, что вот только вот на барахлот. Могут быть и ботинки, и шлепанцы, и все, что угодно. То в этом меня поразило то, что это собрание именно посудок. Именно то, что, в общем-то, человеку, который занимается натюрмортами, и необходимо... Так, поправим сейчас чуть-чуть. Вот так. Я сразу же написал, написал ему, что вы знаете, у меня есть интерес. И когда его можно забрать, и по какому адресу. Тишина. Я думаю, значит, уже... Потому что за такими очень следят хорошо. То есть, это... Такой товар не залеживается. Бесплатно. Если бы он предложил цену, то там народ бы думал, а когда цена не стоит, и все это бесплатно... Мы с вами сюда еще не ездили. Да, мы сейчас поедем в эту сторону. То, не задумываясь, отберут самое лучшее, остальное выбросят на свалку, и все. Ну, только что на свалку надо ехать специально, возможно, даже заплатить за то, что выбросят. Ну, по-всякому, в всяких городах по-разному я на нашей еще не был. Я знаю, что в Боне я платил, как правило, за машину. Если у меня полная машина, допустим, да, я платил 5 евро. Так, это я вот тут, я не знаю. Я тут не был, не могу вам ничего сказать и сказать. Поэтому поедем потихонечку. Так. Сюда у нас дождь целый день. Я с утра вас порадовал, я думаю, осенним натюрмортом таким, с любимыми моими атрибутами, это фонарь и леденечек. То сегодня мы добудем в основном посуду. Ну, даже не знаю, в основном, но хорошее. Я посмотрел на его фотографии, он сделал что-то порядка 8 фотографий. Разложил на столе. А потом пишет, что упаковал в 4 коробки, и вот эти коробки, пожалуйста, забирай. Все. Ну, что мы сейчас и сделаем, ребят. А, это предприятие, на котором работают многие жители ледких. Вот оно. Не знаю, правда, что оно делает, это за предприятие, но что-то делает. Вон оно. Меляй называется. Спрошу потом. Ну, какие-то эзербуары стоят. Спрошу потом своих, что они тут. Меляй. Они просто говорили, я спрашивал их, а где они работают. Да, это какая-то жидкость чего-то. Но на нескольку перегонку не похоже. Мехимический завод тоже. Так, еще маленький какой-то заводик. И мы приближаемся к очередной геревушечкам. Но я вам скажу, что все это Лют-Кирх опять. Интересно, что когда я задаю в поиске Лют-Кирх, да, мне и дают Лют-Кирх. Я думаю, ну, все нормально. Потом, смотришь, оно оказывается за 12 километров, но все еще Лют-Кирх. Ну, маленький Кирх тоже. А не важно. Сейчас, сейчас, ребят. Четыре с половиной километра. А что у нас по времени? По времени у нас сейчас 18.09. Ага. Но он сказал, что он будет точно 18.30. Я на этом чуть-чуть пораньше. Но подождем, если чем. Вот там тоже Вухцинхофен. Да, конечно, когда мы с вами ездим в хорошую погоду такую, да, то интересно смотреть кейсы на всю. Ну, я вам говорил, что я, в общем-то, любитель дождей. Я не солнечный человек. Ну, когда она мне мешает фотографировать, она мне немножко, вот, задолбала уже. Вот, 3,5 километра. Мы едем с вами, опять же, на хутор, где всего один дом стоит. И больше ничего. Я думаю, что мы не промахнемся. Так, фамилию я записал. Я чувствую, там не один раз он фамилию свою сообщил. Он там не один. Так, здесь написано, что для авто, для грузовиков 30, да, но мы поедем туда. Да не будем, мы рисковываем. Поедем кольничку. Кто не знает, где-то здесь, может, метро. Вот, 50 стоит. Ну, хорошо. Такой вот, маконький, наверное, просто разросшийся куторок. Так. Три километра всего. Сзади местный народ подсобрался. Наверное, показалось, что слишком мало. Еду, тихо еду, да? Ну, вы знаете, меня это вообще не волнует. Дождь, крутые поворотики, дорога скользкая. Ничем намного. Правильно? Правильно-то. Тем более, что мы уже приближаемся. Если они хотят рисковать, то ради бога, вот, слева сработает. Ну, пожалуйста. Ну, и хорошо здесь. Свежо. Зелено. А вот осень что-то не была такой красивой. Не знаю почему. Из-за отсутствия мытью лиственных, из больших войны. И такой яркой осенью, красивой, которую я ждал. Она как-то не пришла. Я не знаю почему. Вы помните, мы собирались на озеро с вами. И там, в этом озере, посреди гор, мы должны были там фотографировать. Но не слепилось. Я уже не помню, или с машины у меня было что-то. Или, по-моему, машина поломалась. Так, ну, вот теперь через 500 метров. А, этот не выдержал, да? Хорошо. Через 500 метров мы пойдем. Поворачиваем. 300. Так, 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 так. Вот так, 200 метров. Это говорит о том, что вот здесь, на этом повороте, мы будем сворачивать. Вот здесь. Так, хорошо. Сворачиваем. Так. Хе-хе-хе-хе. Сейчас опять начнем искать дома. А, блин. Вот, как я люблю, говорит. Где ты, одинокий? Вот тот? Может быть, этот товарищ когда-то занимался. Я спрошу, откуда у него это все богатство. Потом сказал, да ну ее копейки. Дело в том, что, ну да, платить надо все равно. Хотя здесь мало, по сравнению с боном, когда ты плачешь 25 евро за место, за 2 метра, да? То здесь 8. Но все равно, там и доход выше, если что. А здесь и народу мало совсем. Так. Но. Вот. Кратенмахерхоф. Это он и есть, Кратенмахерхоф. Ох, один. Один. Хе-хе-хе-хе. Вот он. Он стоит, бедда, одинокий. Но красиво, ребят. Как на острове, представьте, да? Ага, машина стоит, значит, товарищ подъехал. Вегенман. Уже заметил, наверное, меня. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе, грая. Да? Да. Да, да, да. О, бедда, да. О, бедда, да. О, бедда.